Мужчина, работавший там сторожем, пригласил в гости двух приятелей. Свою смену он решил провести с пользой, порыбачить и выпить спиртного. Расположились они в будке охраны. И все же вместе со следователем на месте происшествия подозреваемый вспоминает, как все было. Он ударил с обутыльника ножом, потом вынес тело на улицу. Он просто лежал, он признаки жизни подавал, когда вы над ним стояли? Там еще подавал, а тут уже нет. А это вы как поняли, что он не подавал? Там хрипел, а тут? Тут не хрипел. Когда подозреваемый понял, что произошло, он решил отвезти с обутыльника в больницу. Разбил стекло машины, сходил в будку охраной за ключами. Проехать удалось всего несколько метров. Когда машина заглохла, он скрылся с места преступления. Труп обнаружил сменщик, он и вызвал полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Судом избраны меры пресечения в виде заключения по стражу на срок до двух месяцев. В ходе судебного заседания, несмотря на признание вины, подозреваемый просил суд, смягчить меру пресечения и выбрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Объясняя это тем, что ему необходимо ухаживать за своими престарелыми родителями. Однако суд, исследовав все материалы дела, принял решение о избрании меры пресечения в виде заключения по стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, предусмотренное частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России. Убийство.